Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в рамках краевого лектория и кинопроекта «Герои, прославившие Кубань». В эти дни поздравление с днем рождения принимает генеральный директор, художественный руководитель и главный дирижер Государственного Академического Кубанского Казачьего Хора, народный артист России, Украины, Республик Адыгеи, Абхазии и Карачаевой Черкесии, заслуженный артист Республики Южная Осетия, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Республики Крым, дважды лауреат Государственной премии России, Герой труда Российской Федерации, дважды герой труда Кубани, доктор искусствоведения, профессор, композитор Виктор Гаврилович Захарченко, Кубанский Казачий Хор и Виктор Гаврилович Захарченко. Этот грандиозный культурно-исторический музыкальный тандем известен далеко за пределами нашей страны. Они слиты воедино одной жизнью, крепко связаны уникальным творчеством, успехами и победами. Им аплодируют стоя переполненные залы наших восторженных соотечественников и благодарные зрители разных стран мира. Кубанский Казачий Хор – старейший национальный казачий коллектив России и единственный в нашей стране профессиональный коллектив народного творчества, имеющий непрерывную преемственную историю с 1811 года. Им руководит коренной кубанец из станицы Дядьковской, талантливый хормейстер и ученый фольклорист, композитор Виктор Гаврилович Захарченко. Хор Кубанских Казаков под его руководством неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, удостоен почетного звания «Академический» и награжден Орденом Дружбы Народов. Виктор Гаврилович Захарченко имеет множество наград – ордена «Знак почета», «Трудового красного знамени», «Дружбы» за заслуги перед Отечеством 4 и 3 степеней и другие. Он является автором множества научных книг по этнической музыке, собирателем фольклора, который дешифровал тысячи народных песен Кубани и Сибири. Стал автором более 600 вокальных произведений, в том числе музыки гимну Краснодара. В эти дни уникальному кубанскому самородку Виктору Гавриловичу Захарченко исполняется 83 года. Его имя увековечено в художественных произведениях и кинофильмах. Один из них – Виктор Захарченко «Пусть мчится моя жизнь» – представлен кубанскими кинематографистами с телеканала «Кубань-24» Аллой Григоренко и Оксаной Байвановой. Это фильм о настоящем русском человеке Викторе Гавриловиче Захарченко, полностью раскрывшем свой творческий потенциал, твердо вставшем на ноги и прошедшем значительное время по пути своего предназначения. Авторы представляют кинопутешествия по его большому, многогранному, непростому жизненному и творческому пути, о его любви к родному краю, своим корням, к родному слову, к родной песне, к своему детищу, к кубанскому казачьему хору. О его творчестве, которое трогает до самых глубин души, пробуждает светлые чувства, оживляет и укрепляет дух и веру в могущество нашей матушки Руси. Уважаемые зрители, а сейчас вашему вниманию небольшой фрагмент из фильма Виктор Захарченко «Пусть мучится моя жизнь». Приятного просмотра! Высшая оценка в искусстве слезы. И только слезы. Потрясение. Это те самые мурашки, которые бегают. Это тот самый комок к горлу, потому что ты потрясен тем, что произошло на сцене. Тихая моя родина и вырекаться мы. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где же погост вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители. Это на том берегу. Тихо ответили жители. Это на том берегу. Виктор Захарченко «Пусть мучается моя жизнь». Тут вспоминаются мне грешному слова классика марксизма. Значит, искусство должно принадлежать народу. Оно должно своими глубочайшими корнями уходить в толщу народных масс, быть понято ими и любима. Вот он этого достиг, что его искусство и понято народом, и любимо им.